вот мы на этом поле на этом месте где у нас стоило было деревьев не было здесь а сока была у меня на веревочке ведерко было я его бросал и между кочек его не видно было в воде почему вода не высыхала не знаю вот где мы стоим здесь как раз коровы лежали вот здесь вот а здесь ножи щек такой отца был складешок давал я резал называли печки как печку в земле только сделаешь туда суслик позявит появится суслик ему из норы видимо ли из этой вот такой ямки то легче было рыть то ночью когда он здесь я вас уже поймаю дня два проходит другой суслик поселился 2 поймаю и целое лето и они один за другим лезут придут скажет интересно хозяин ушел не возвращается я занимаю эту квартиру и опять пойдет ко мне на велосипед вот здесь были отец отдыхал здесь из пластов земли балаганщик иногда собаки наши с собой были потом помню здесь же а вот этого не было тут всего несколько кустиков было туда даже мы не подходили почему не знаю тут сусликов хватало и там дальше и там и там на дорогах везде суслики были сусликов море было даже вот лет десять назад они у нас бегали прямо вот обедаем и под ногами бегали они не боялись мы защищали от коршунов от кошек сейчас ни одного нету во всей окрестностей нигде кошек много и коршунья развелось много а дальше сейчас мы пойдем это андреяшин лог видим андреяшин жил где-то рядом здесь редкин пруд и там новое стоило было показать то это стоило было это уже в 50-е годы с чем-то 55 его помогли запрудить там колхоз нанял видимо этих железную дорогу делали а им то что какая разница где-то там я мы выкопали боль до этими навозили самосвалами а колхоз чего ему быка 2 3 дали и все списали им той надо было питаться и сколько травы это я не знаю по моему это корченские уже тут косят наши по нашим не дадут тут это поле вот это за недавно еще было засеяно этом пшеницей а сейчас видимо посеяли траву паре видите какая трава прямо один на одну заднем их я не знаю тут нора больше сотни на все разобрать так сколько идет вообще и дальше вон видать все крутят а все вручную делалось этого не было аппарата кто-то же изобрел его чтобы закручивать и веревочками спутывать его легко брать легко возить и все поддается техники как живут но лучше ли мы стали жить от этого это вопрос дольше ли тоже вопрос не нам отвечать у нас ничего этого не было давали косить только влагу а соку нигде нельзя было что отец наш инвалид великой отечественной войны и второй группы вот так руки не то не маленькая культяпочка была только вот 10 ребятишек льготы никакой не было никакой лошадь выпросить это такой вопрос косить где-то влагу а соку наши коровы бедные они с нами это работает им где-то что-то можно было достать своя техника ночью у нас ничего нельзя было ни дерево утащить ничего не было а андриашин лог я покажу сейчас вон там видать растения какие растут вот до него откорчены здесь километров наверно 8 и здесь километра 4 вот эти 8 километров я бегу не останавливаюсь только лог перешел и опять чистил чистил то есть приз пришпорил коня коня какого ноги свои как немцы говорят а у шуста на своих двоих ведь какие воспоминания человек который творил где-то грех что-то он вспоминает это а здесь воспоминания с природой связаны я любил наблюдать каждое гнездышко птичка летает у нее червячок я знаю она его принесла детям я застоялся и лежу за ней наблюдаю она выше я не шевелюсь и успокоилась она гнездой летит только она села я со всех ног туда бегу бегу глаз не спуская она взлетела но откуда взлетела тут понятно уже дед дом еще посмотрел заметил а потом смотрю как они растут как вылетают то есть тех я их не знал как желтогрудка это трясогустка степная желтым чрева у нее такой желтым вот куда не посмотришь и везде воспоминания связанные с богом задумка жизни вечной и о природе я в моем воображении вот именно так надо наставлять детей почему я занимаюсь детским лагерем чтобы дети жили в природе такое ненастойчиво занятие по библии все увязывать что прочитаешь библии увязывать со словом божиим показывать как это было у других у авраама исаака как они шли колодцы копали и мы тоже копаем сами роем сами все делаем когда приезжает и видят что в течение там трех недель ребенок наркоман совершенно делается другим приезжает кого только нет даже такая знаменитая прилетела ксения дэннон как директор или кто кастинского института в лондоне и все спрашивает а где вы этому учились да нигде не учился просто жил и вижу нас никто не заставлял там молиться никто не добил там запомнил вот это из библии библии слова мы даже не знали мы жили в такой гармонии как сегодня говорят с тем что в совести заложено и как природа это дает все время босиком вот еще откуда идет босиком это много значит никаких роснадзоров санэпидемстанции не было никто не знал вот здесь вода болото а там киш мяки шат разные бухарашки сикарашки фражку так вот подцепишь поднимешь и вода течет и пьешь а на струйкой течет в рот никакой нужды нету смелись я ее съем а не она меня и чтобы кто-то заболел и корова тут заходит а коровы где заходят там и оправляются никто никогда не болел это все паразитические структуры создал сатана не человек чтобы человека сделать слабым на уколах уязвимым чуть-чуть все заболел чуть-чуть так простыл маленько только где-то что-то тронуло его у него печень почки все отказывают у нас ничего не отказывало и мы больных вообще в деревне не знали врача не было вообще не было моей матери 12 ребятишек было живых 10 отец инвалид войны мы никогда не видели что он болел я узнал лекарства есть такое нужно когда сочный такой лист репья лист подорожника и лист крапивы двудомной и это все в равной пропорции и залить медом свежим пасека была своя я это все сделал пить по наперску наперсток потому что здесь концентрация стопроцентная но я налил отцу а он то ли не расслышал и он этот сколько налил с собой бутылёк то он его сразу выпил выпил что-то говорит лекарство больно сладкая но мед и у него чем что-то было где-то все исчезло как будто не было лишнее бывает там где-то счета болит и еще спрашивает насаженный был отец когда начнет рассказывать когда ему выделили лес за 12 километров это надо было ехать пилить он одной рукой я-то еще совсем маленький старший то уже большой был лет 12 ему было и дали быков и на быках ехать и самому одной рукой погрузить за 12 километров и дорогой сломалось колесо бревна представь себе и как отец говорит как это нагружены бревнами как он поднимал говорит рвал спину то а пауты пауты как зверь быки не стоят рвутся все ломают и он оттуда ушел пешком и колесо прикатил туда и там надо было поднять это все заново и надеть колесо рассказывает а сам плачет что я претерпел на всю жизнь это запомнил вот как мы жили какой был народ мы сейчас пройдем туда вот в этом месте выскочим на дорогу она прямо здесь дорога богу нашему славу мы можем прямо пройти